Прокурорская спартакиада проходит в нашей стране во второй раз. Впервые соревнования прошли в 2012-м в Казани, сейчас в Сочи. И не случайно площадкой для состязаний стали именно олимпийские объекты. Ведь во время подготовки к зимним играм прокуратура играла не последнюю роль. Поэтому и право впервые зажечь факел спартакиады досталось ветерану прокуратуры и Великой Отечественной войны Валентину Гончарову. Ребята хорошие сейчас. Молодые, хорошие, здоровые. Так что они покажут себя. Я и сейчас могу потянуться сколько там нужно. Десять, двадцать раз. Сила еще есть. Я и сейчас уже, мне 89-й год, я и сейчас занимаюсь зарядкой. Удачи участникам соревнований со сцены пожелали генеральный прокурор России Юрий Чайко и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Я уверен, что дух олимпиады, который без сомнения до сих пор видает в этих стенах, будет способствовать успешному проведению спартакиады и работе комплектов прокуратуры. Она пройдет на высочайшем уровне. Здесь очень много, практически каждую неделю проходят культурные, деловые мероприятия, туристические. Жало приезжать много гостей из-за всех уголков нашей страны. Это и есть то, о чем мы мечтали. После олимпийское наследие. И, естественно, все это стало возможным благодаря четкой, слаженной работе всей государственной структуры. Прокурорио-органам по чутким контролям прокуратуры. И сразу после торжественного открытия спартакиады прокуроры начали борьбу. Впервые свои физические качества в этом году показали сотрудники прокуратуры Крымского федерального округа. Всего же за звание чемпиона в погонах сражаются 11 команд. В течение трех дней, которые в буквальном смысле слова будут наполнены духом борьбы, порядка полутысячи прокуроров России сразятся в девяти видах спорта. Ну а в первый день состязания участники спартакиады сдавали нормативы ГТО, в которые входят подтягивания, отжимания, наклоны, пресс и прыжки в длину. Не все дисциплины даются участникам с легкостью, ведь условия для выполнения норм ГТО предусмотрены для настоящих спортсменов. Тем не менее, команда Краснодарского края к спартакиаде хорошо подготовилась. Они уже показали лучшие результаты по подтягиванию на турнике и прыжкам в длину. Какой настрой? Еще впереди три дня. Боевой, боевой, с энтузиазмом, с азартом. Все-таки мы выступаем на нашей земле, грубо говоря, Краснодарский край. Хочется показать максимум, сколько мы сможем. Настольный теннис, волейбол, футбол, плавание и даже шахматы. В каждом из этих видов определились свои чемпионы. Лучшие результаты в общекомандном зачете показала сборная Приволжского федерального округа. На втором месте команда Уральского, а бронза досталась хозяевам соревнований, прокурором Южного федерального округа. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.